Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, каким же должно быть первое мобильное приложение начинающего Android разработчика. Существует такое мнение, но наполовину ошибочное, что невозможно, очень сложно устроиться сейчас с джуниором на позицию Android разработчика или начать с чистого листа на фрилансе или напрямую работать с заказчиками. Дело в том, что работодателям не нужны люди, которые никогда не создавали никакие приложения, но это не значит, что если у вас нет реального коммерческого опыта, то вы никому не нужны и вам не устроиться. Когда мы говорим о том, что нужен человек с опытом и когда в вакансиях пишут, что нужен человек с опытом, даже она по мюзицу Джуна, это предусматривает то, что хотелось бы найти на эту позицию необычного теоретика, который ничего не писал, а хотя бы такого человека, который пусть не имеет реального коммерческого опыта, но в процессе обучения сделал какое-то мобильное приложение. Или два таких мобильных приложения. То есть, когда вы идете на собеседование и показываете свой рабочий проект, свой рабочий проект и говорите, что это коммерческий проект, все знают, что это ваш рабочий проект, но который вы стремились продвигать. И это уже принимается как опыт. Но есть свои нюансы. О них и мы поговорим в этом видео. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик за 3 месяца». На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид разработчик за 3 месяца». Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Когда вы собираетесь обучаться на андроид разработчика, вы должны сразу понять, по какому пути вы идете. Вы идете либо на трудоустройство в компанию, либо вы хотите работать на фрилансе на себя, либо работать напрямую с заказчиками на себя на заказной разработке, либо создавать свои проекты, свои приложения, которые будут вам приносить доход. То есть от выбора этого направления во многом зависит стратегия. Но существует еще одна стратегия, по которой можно охватить все эти направления и подстраховаться. В случае, если одно направление вы выберете в начале обучения, то вы с легкостью сможете переформатироваться на другое направление, когда заходите, закончите свое обучение. Например, вы в начале обучения хотели трудоустроиться, закончили обучение и понимаете, что вы можете самостоятельно создавать мобильные приложения и решаете работать на себя на заказную разработку. И сегодня мы поговорим о такой стратегии, о том, когда вы можете подстраховаться и в свою стратегию обучения вы можете предусмотреть все направления развития. То есть мы именно предусматриваем, берем во внимание такую стратегию, когда вы еще не определились с направлениями и могли подстраховаться. Итак, каким должно быть ваше мобильное приложение, если вы не знаете, по какому пути идти и каким оно должно быть ваше. Это первое мобильное приложение. Со стороны трудоустройства работодателю важно, чтобы вы владели основными технологиями. Какие это основные технологии? Вы знали, естественно, синтаксис Котлин, основы Android, умели работать со списком RecyclerView, вы умели работать с локальной базой данных SQLite через библиотеку Room, чтобы вы могли работать с базой данных тот же MySQL на сервере, могли получать эти данные из сервера через библиотеку Retrofit, мигрировать все эти данные в базу данных на устройстве SQLite, делает это все по архитектурному паттерну MVVM, ну и в целом работать с интернетом, получать данные. Ведь вы поймите, что основная работа разработчика – это взять данные откуда-то, что-то их преобразовать и выдать на экран. Вот все, что делает на самом деле Android-разработчик. И поэтому вам нужно сделать такой проект, в котором вы покажете владение всеми этими технологиями, всеми библиотеками, всеми этими технологиями. Со стороны фриланса, со стороны заказной разработки, нужно вам проанализировать, какие самые популярные заказы. Существует три направления. Это сервисные мобильные приложения, там все разное, вы там не построитесь и не сделаете какое-то такое мобильное приложение, отвечающее всем, которое подходит под различные задачи. Также есть еще два больших направления. Создание мобильного приложения для интернет-магазинов и создание мобильного приложения для сферы услуг. Вот тут вы можете сделать какое-то шаблонное приложение. Для чего это нужно? Ну, смотрите, например, вы заходите на фриланс, и человек хочет заказать у вас, он просто хочет заказать мобильное приложение для своего небольшого интернет-магазина. И вот вы ему показываете, что вы уже, и у вас это мобильное приложение, вы похожее делали. И вы можете взять этот заказ. К тому же вы должны понимать, что конкуренция на мобильную разработку, они в десятки, если не в сотни раз меньше, чем конкуренция на разработку сайтов. То есть, это, если вы умели этот интернет-магазин, уже где-то делали, то вы в любом случае возьмете этот заказ. Кроме того, есть, допустим, другому человеку нужно сделать мобильное приложение для своего салона красоты с возможностью записи на прием с выбором определенного мастера его даты и времени. То есть, это тоже такой вот очень частый заказ, который абсолютно подходит для разных сфер услуг. И если вы попадете на такой заказ, то у вас тоже должно быть такое мобильное приложение. То есть, со стороны трудоустройства мы с вами разобрались, что нужно, какое мобильное приложение делать. Нужно мобильное приложение, в котором вы покажете своему потенциальному работодателю все технологии, которые используются в Android-разработке, чтобы умеете ими пользоваться. Со стороны фриланса у вас должен быть. Какой проект, который... Проекты, которые чаще всего просят сделать на фрилансе. Не только на фрилансе, и отсюда даже подходит и заказная разработка, когда вы работаете напрямую с заказчиком. И у нас остается еще одно направление, это создание своих продуктов. Но тут все очень просто, никому ничего не нужно доказывать. Просто делайте свои проекты и все. По факту там и... Как бы направление обучения меняется в зависимости от того, какое приложение вы хотите сделать. Итак, мы определились, что нам нужно сделать в качестве своего первого мобильного приложения. Мобильное приложение, в котором мы будем использовать все библиотеки, технологии, которые требуют на различных вакансиях. И желательно, если будет это мобильное приложение, связанное с интернет-магазином или с какой-то сферой услуг, позволяющей что-то сделать. То есть какой-то сервис. Вот таким и должно быть ваше мобильное приложение. Давайте разберем, допустим, мобильное приложение для интернет-магазина. Основы Kotlin. Покажете? Конечно, продемонстрируете. Без него вы ничего не напишете. Основы Android. Также про работу с фрагментами, с Activity вы также все продемонстрируете. Recycle Review. Покажете, как работаете вы с ним? Конечно, покажете, потому что вы будете выдавать список категорий, допустим, товаров и список самих товаров. Работа с базами данных. Конечно, покажете. Создадите базу данных на сервере в MySQL, где будут храняться категории товаров, сами товары, остатки товара, цены. Будете оттуда, с сервера, получать данные к себе мобильное приложение через Retrofit. Также продемонстрируете. И сможете эмигрировать все это дело по архитектурному паттерну MVVM. Также продемонстрируете архитектурный паттерн, работу с архитектурой. Хотя это мало кто может на уровне джуна сделать. И будете перезаписывать библиотеку SQLite и работать с ней через библиотеку Room с применением корутинов, то есть многопоточности, через Umodel, делать это все инъекции зависимости. Тут уже на выбор Dagger или Coin. То есть, вы этому созданию интернет-приложения для интернет-магазина, во-первых, продемонстрирует предварительное устройство на собеседовании, что вы владеете этими всеми технологиями, сами смогли поднять это мобильное приложение. То есть, вы разработчик, который может самостоятельно разработать свое мобильное приложение в одиночку. Это очень важно, это очень ценится, довольно-таки редко встречается. И с другой стороны, если со стороны фриланса или заказной разработки у вас будет какой-то потенциальный заказ на создание интернет-магазина, вы сможете продемонстрировать, что вы уже такое делали. И это увеличит ваши шансы, ну, скажем, он доведет, ваши шансы будут доведены до 80% вероятности того, что вам отдадут этот заказ. Но тут возникает ошибка, как продемонстрировать. У нас есть мобильное приложение, как его продемонстрировать либо при трудоустройстве, либо потенциальному заказчику. Все очень просто, нужно его загрузить на Play Market, на любой другой маркет, не важно, сейчас будет куча других маркетов, аналогов есть, и российский маркет. Куда-нибудь загрузить, но при этом ваше мобильное приложение, у него должен быть хороший дизайн. Вот просто хороший дизайн, не поленитесь, даже можете заказать на фрилансе дизайнер, какой-нибудь дизайн, или сами нарисуйте, ну, сделайте хороший дизайн, можете с примером готовить. Просто у него должен быть хороший дизайн, чтобы на него можно было видно, что это приложение доработано, оно функционирующее, это никакой не рабочий проект, это реально коммерческая разработка. То есть должен быть нормальный продукт. Этот продукт не должен нигде вылетать, он должен работать корректно, быстро, четко, не зависать, не лагать, то есть, чтобы это было полноценно. И почему я об этом говорю, вроде такие определенные моменты, но дело в том, что когда разработчик делает какой-то свой учебный проект, он делает лишь бы как. О, ну это запустилось, и ладно. Ну улетает, ну и ладно. Дизайн кривой, ну ладно, он все работает, научился и пошли дальше. Нет, нужно доводить его до состояния коммерческого проекта. Ну и потом, конечно же, вы должны на собеседовании рассказать, что вы использовали здесь, почему это вы использовали здесь, с какими проблемами, допустим, вы столкнулись, как вы решали, как вы реализовали, допустим, этот функционал, например, как вы реализовали счетчик товаров, добавленных в корзину, почему вы выбрали подход, допустим, к добавлению товара в корзину по работе с базой данных именно такой. То есть, ну вы должны аргументировать это дело, чтобы показать, что это вы сами разработали, что вы разбираетесь в коде, и вы понимаете, что тут и как устроено. То есть, давайте поймем, Это очень важно на самом деле. Просто это может быть большим препятствием либо по трудоустройству, либо по приему первого заказа. Во-первых, вы должны создать мобильное приложение, в котором продемонстрируете знания всех технологий. Во-вторых, это мобильное приложение должно подходить в одно из направлений популярных мобильных приложений. То есть, либо интернет-магазин, либо для сферы услуг. Может даже работа с картой, может что-то еще другое. Но лучше два направления, которые я вам сказал, выбирать, потому что вы тут прям угадаете по всем направлениям и сможете подстраховать свое дальнейшее развитие. Кроме того, ваш этот проект не должен выглядеть как рабочий проект, он должен выглядеть как коммерческий проект. И да, как я сказал в начале видео, скорее всего, когда вы работодатель потенциального расскажете про свой проект и покажете его, он все равно поймет, что это ваш рабочий проект. Но, во-первых, вы можете указать свой опыт работы, что я работал на этом стартапе. Год я работал на этом стартапе, делал вот такое мобильное приложение. Поверьте мне, разработка вашего мобильного приложения и разработка другого мобильного приложения, куда бы вас взяли за копейки, вообще ничем не будет отличаться. Потому что, что вы там работали на таком начинающем стартапе, что вы на своем стартапе работали, разницы нет, один и тот же опыт. Просто это у вас какой-то конкретный коммерческий опыт. И вы можете себе резюме поставить, работал на вот таком-то проекте. И вот вам опыт, вот вам ваш разработанный лично вами проект, и вот вам родная работа в портфолио. И когда мне говорят, что нужен опыт, не могу устроиться, мне очень смешно. Я хочу всегда спросить, а что вы делали, когда вы обучались на Android разработчика? Неужели вы ничего не писали? Обычно ко мне приходят с гикбрейнс, с кинтологией, скиллбокс, скиллфактори, вот это отсюда. Оттуда всегда приходят люди, которые рассказывают, что они год сидели и ничего не могли написать. И приходится их всех переучивать. Потому что в этих школах нифига никого не учат. И вот такой подход, когда вы... Ну, собственно, я и пропагандирую такой подход, когда у меня на курсе люди... Меня спрашивают всегда, сколько у вас теории, сколько практики. Я говорю, у меня только практика. Потому что теорию вы забудете, и она вам не нужна. И обучение строится по следующему принципу. А конкретный урок позволяет конкретно решать задачу. Например, работа со списком, с Recycler Review. Конкретно я показываю, как это делается. Не нужна никакая теория сухая. Я прям показываю, как это делается и как это используется. И ученик у меня на курсе урок за уроком. Каждый урок это отдельная технология. Ну, скажем так, это отдельный какой-то подход, это отдельный виджет. Это что-то отдельное, чтобы вы могли после этого урока сделать это самостоятельно. И вот создание мобильного приложения, оно как раз таки собирается из вот таких кусочков. И у меня на курсе мы пишем выпускное мобильное приложение для кофейни по заказу кофе. Как раз таки это то приложение для сферы услуг. И когда человек выходит с моего курса, у него, во-первых, есть приложение, мобильное приложение, которое демонстрирует знания и применение всех технологий, которые необходимы при трудоустройстве на позицию Android-разработчик. Ну, собственно, это то, что мы изучаем на курсе, все эти технологии, а потом за последние две недели мы это все применяем на мобильном приложении. То есть вы разрабатываете мобильное приложение, вы демонстрируете знания всех этих технологий, применение их. И кроме того, если вы хотите работать напрямую с заказчиком, у вас есть уже одна работа в портфолио. Это очень хорошо. То есть вам нужно максимально себя подстраховать и максимально начать что-то делать. Вот, собственно, вот таким вот должно быть ваше первое мобильное приложение. Никогда не слушайте, что не берут без опыта. Берут. Но вы должны сами сделать свой первый опыт и показать его. Этого будет более чем достаточно для первого трудоустройства и уж тем более для работы на заказчиком напрямую, где все намного проще. Ну, а на сегодня это все, что я вам хотел рассказать. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok